Первая экспозиция этнографии начала работать в современном музее в 1996 году. С тягом времени фонды пополнялись новыми материалами и на дышал час ее дополнить. Со снежной сотрудники музея пленно работали над обновлением экспозиции и открыли ей 1 лютого. Мы красиво хотели вписать нашу избу и сделать правильный и красный угол, которым славились наши сельские хаты. Показать печь, именно утварь у печи, мы показали именно и детский угол, как маленькие дети вросли, в каких условиях, как у них тоже были интересные приспособления для ходунки теперешние. То есть вот показали такие интересные, на наш взгляд, яркие вещи. На ведворнике обновленной экспозиции с порога тропляют юхату Полишука, где центральное место займая печь. Когда качи находился так званый бабин путь, у яким были разные мелкие речи, необходимые господине каждый день. Когда заточка вешали колыску для немаулятки, так само вы можете побачить дровлянные ходунки и еще одну колыску плетеную уже для больших взрослых детей. Далее можно увидеть, каким бы поседенный святочный строй Полишуков. Одна из его отметностей – наметка, которая позднее сменилась хусткой. Носили наметки до початка, в некоторых районах и до середины 20-го стагодзе. Завязывалась она, как видим, довольно мудрогелеста. Один конец наметки вот таким способом нажили на крючок, а другие замахли в святочку. Путку было простее взять, так? Продметы гончарства знайшли свое место на воску. Тут с банки и глетчики загородной, и погос загородская черная керамика. Больше разностайной представлено одно из главных промыслов – рыбоводство. Значно дополнили экспозицию, предметы пчалярства и бординства. Про эту традиционную 16-го стагодзе для Полишука справу рассказывает Миколай Качановский. Все начали были в бортиках, в деревьях, потом эти бортики стали пилы, начали вырубаться, опускаться на землю. И таким шло обогащение, ну не обогащение, добывался воск. Это было как золото, такие материалы, какие шоу для свечек, ну и как в церквях для лечения. И воск, и мед. Это были натуральные продукты, только таким способом можно было это все узнать и забачить. И есть, конечно, у нас на Полесе еще такие борти, колоды, но тут далеко надо ехать, а тут каждый может зайти в музей. И это все забачить и узнать, как тут шла работа по добыче меда, начиная с нашими дедами и прадедами. Значную ролью для воспринимания деграла и перестановка тематичных экспонатов. Тому на воддауне знакомитый пинский ровер, выглядая, здаяется, больше эффектно.